И так, приветствуют вас мои телезрители и фантазеры. Да, да, именно так. Почему? Прочитал я комментарии под последним видеороликом, ну и, конечно же, я специально сделал акцент 17 квадратных метров в центральном районе Сочи. Это улица Раздольная и, соответственно, цена 3 миллиона рублей. Да, это апартаменты, да, это стройка на предсдаче, но 3 миллиона рублей. Соответственно, я бы такой видеоролик смотреть не стал. Я прекрасно понимаю, что мне сейчас интересно то, что, наверное, что-то стоит более-менее нормально. Это от 2, скорее всего, 2 миллионов. Конечно, 2 миллионов рублей, еще себе. Где-нибудь на Мамайке за 2 миллиона рублей, но никак не за 3. Вот так вот. Шучу, ладно, дебильный юмор. Но я понимаю прекрасно, что что-то более-менее нормально в Сочи начинается от 12 миллионов рублей. Все остальное это такие сомнительные авантюры. Ну, прям реально сомнительные авантюры. И, конечно же, конечно же, конечно же, там написали, там у меня там кухня больше, у меня там то больше, у меня там для собаки конура больше и так далее. Давайте попробуем с вами определиться, почему же в Сочи строят такие маленькие, ублюдочные квартиры и апартаменты. Правильно же? И почему вы, в свою очередь, когда приезжаете отдыхать, вы отдыхаете в маленьких, ублюдочных тех самых помещениях, да? Вы летите отдыхать в Турцию, летите вы отдыхать в Тунис, летите вы отдыхать еще куда-нибудь, либо летите вы отдыхать в прекрасный город Сочи. И почему вы именно, почему-то в таких комнатах, да? Почему никто из вас не отдыхает у нас в каких-нибудь нормальных номерах в 100 квадратных метров, а чаще всего 95% отдыхает у вас в площади до 25 квадратных метров, 20-25. Давайте попробуем рассмотреть все эти варианты. Ну что, первое, первое, конечно же, потому что в Сочи, да, как бы это хороший теплый климат и так далее. И по большому счету в квартире большинство, вот в Сочи, проводят очень мало времени, потому что круглый год, там, не знаю, у нас там декабрь месяц был, там, плюс 15 градусов, январь месяц был, плюс 15 градусов, потому что все прекрасно понимают, что, наверное, наверное, проще лучше погулять, подышать свежим воздухом и так далее. Это первое. Второе, второе, что немаловажно, второе, это, конечно, цена за квадратный метр. Потому что, например, вот в Орске, да, цена за квадратный метр составляет 35 тысяч рублей с ремонтом. Притом это хорошие будут варианты, просто шикарные будут варианты. И вот 35 тысяч. Здесь что-то более-менее похожее на жилье стоит 300 тысяч. Что-то хорошее, ну такое, которому уже не стыдно жить, стоит 450 тысяч. Ну и апартаменты какие-нибудь там, они уже стоят, каких-нибудь на берегу моря и так далее, они стоят от миллиона рублей за квадратный метр. Соответственно, конечно же, конечно же, конечно же, продавая, например, 10 квадратных метров, к примеру, в прекрасном городе Орск, ты можешь здесь купить 1 квадратный метр, не больше. Продавая, да, и, соответственно, конечно же, в Орске ты, не знаю, 9 месяцев в году ты просиживаешь дома, потому что холодно, потому что метель, потому что нечищенные. Кто же мне там в жопу прижимается? Потому что метель, потому что еще что-то. И на этом фоне, конечно же, дом, это твоя крепость, твое убежище, где ты проводишь большинство времени и все. Соответственно, я, когда переезжал с Орска, переезжал в Сочи, мне тоже было непонятно, мне было тяжело. У меня баня была 78 квадратных метров, просто баня была 78 квадратных метров. У меня дом далеко уходил за 200, да, там общей площади, наверное, квадратов 300, 320, 330 было, да, там, с учетом всяких террас и так далее. И когда я беру, продаю дом в Орске, и мне максимум, на что хватает, это, конечно же, на студию в Сочи, да, да, именно так, то, ну, смотрите, например, мои родители продали дом за 2,800, я продал дом за 3,300, сестра продала дом за 3 миллиона. Такие цены в Орске, такие цены, понимаете? Вот такие прикольные цены. Ну и, соответственно, что у нас получается? У нас получается не что иное, а как особо не разбежишься. И я сначала взял 33 квадратных метров, это была изолированная комната, и была кухня-гостиная, и, в принципе, мне хватало, потому что я со своим графиком приходил домой только переночевать. Само собой, если бы я жил бы с ребенком, может быть, мне бы и не хватало. Но факт остается фактом. Приезжала дочка, все равно как-то я постоянно был на работе, и если она находилась дома, ей хватало той площади. Потом, да, я взял 50 квадратных метров. Считаю, что 50 квадратных метров было бы мне нормально, хорошо и комфортно. Захотелось метраж больше. На данном этапе я живу в квартире в 78 квадратных метров. Ну, реально в 78. И в целом склоняюсь к тому, что пока вот увеличиваться в объемах, увеличиваться в размерах, у меня, мягко говоря, нет желания. Нет огромного желания, потому что я прекрасно понимаю, что я дома время особо не провожу. У меня есть одна комната, которая даже, учитывая, что я сейчас женился, она никак не эксплуатируется. Вот на данном этапе она просто у меня бесхозно стоит. Да, иногда там я сушу какие-то вещи, и больше ничего. Это та самая детская комната. У меня, получается, спать я ложусь в спальне, а час времени, когда я прихожу домой пораньше, я сижу в кухне-гостиной. Все. И на этом все развлечения у нас заканчиваются. Поэтому, в принципе, если бы у меня оставалась бы квартира в жилом комплексе Мелодия Леса 50 квадратных метров, мне бы ее хватало бы за глаза. Больше особо она и не нужна была. Когда мы приезжаем отдыхать, соответственно, чаще всего мы останавливаемся в тех самых маленьких комнатушках. Последний раз я, когда с Надей летал в Стамбул, у нас была комната, в которой мы остановились. Она представляла из себя, наверное, квадратов 13, не больше. Опять же, учитывая, что мы приходили в комнату только переночевать, все остальное время мы гуляли и так далее, нам площадь больше не нужна была. Ну, такие вот в центре Стамбула, вот такие вот маленькие комнатушки и все. Большинство из вас, когда приезжает в четырехзвездочный отель, у них стандарт идет от 18 до 20 квадратных метров. Пятизвездочные отели, а у них обычно это стандартные номера, идут 25-27 квадратных метров. Да, есть совмещенные номера, есть еще что-то, но обычно вот у нас и варьируется. От 17 до, соответственно, 25 квадратных метров максимум. Бывают, конечно, исключения, бывают, соответственно, и больше, но это больше про исключения. Это больше про исключения. Поэтому, как бы, для отдыха самое то. В Сочи многие рассматривают вариант именно изначально, как для отдыха, поэтому особо большие прямо квартиры, которые нужно, там, не знаю, ты месяц отдохнул, потом целый год ты ее содержишь с бешеным экономическими платежами, особо тебе и не нужно. Опять же, если сдавать, то студии, они сдаются в разы быстрее и в разы дороже, да. Одна квартира в 90 квадратных метров принесет вам денег гораздо меньше, чем три квартиры по 30 квадратных метров, понимаете. А четыре квартиры по 21 квадратных метру принесет денег еще больше. Вот как бы так. Поэтому и надобность пропадает. Следующий момент, да. Застройщикам, всем застройщикам, им выгодно строить большие нормальные квартиры, потому что можно много на чем сэкономить, особенно, там, с расчетом. Например, смотрите, да. Например, ФЗ-214. Например, 100 квартир, да. 100 квартир. Должно быть, соответственно, 35 парковочных мест. К примеру, если, например, в доме не 100 квартир, да, по 30 квадратных метров, а, например, всего лишь 50, то уже надо парковочных мест меньше. Опять же, есть такое понятие, как норма часы, ой, извиняюсь, норма электричества на, получается, на квартиру. Не на квадратный метр, а на квартиру. Потому что, что семья, например, живет в 90 квадратных метрах, например, мама, папа и ребенок, что семья живет в 25 квадратных метрах, мама, папа и ребенок, в принципе, плюс-минус потребление, потребление, например, того же самого электричества и так далее, примерно одинаково. Что там холодильник один, что там, что там утек, что там, и все. А вот когда уже, например, в 90 квадратных метров делится примерно на 3, и уже проживает 3 семьи, то, конечно, нагрузка возрастает. Притом нагрузка возрастает на все коммуникации. По большому счету, чтобы проще дома вводить в эксплуатацию и так далее, строить большие квартиры для застройщика выгоднее, ну, реально выгодные. Меньше нужно вот этих вот, как бы, коммуникаций прокладывать, эти исполнительные стояки и так далее, все. Но застройщики рады были бы строить большие квартиры, но на них спроса нет. Почему? Потому что цена за квадратный метр в среднем, если мы берем с вами в среднем по России, она в 5 раз, в 5 раз превышает, чем, например, та же самая недвижимость, например, которая продается там в Челябинске, в Екатеринбурге, в Тольятти и так далее, понимаете? И все. Продавая 5 квадратных метров в своем родном городе, здесь могут купить максимум 1 квадратный метр. Вот и получается, что когда у нас, соответственно, кто-то продает 100 квадратных метров в своем прекрасном городе, они здесь могут рассчитывать максимум на 25 квадратных метров, а так, наверное, 20. Ну, может быть, если где-то крупный город, может быть, они могут взять себе и 30 квадратных метров. У нас только один город в России, это Москва, где ты, например, продал в Москве трехкомнатную квартиру, и то, если ты не замкадаешь, если ты живешь внутри МКАДа, а еще лучше внутри третьего транспортного кольца, ты продал у себя квартиру 100 квадратных метров и купил здесь такие же 100 квадратных метров. А если ты себя относишь к москвичам, но при этом ты где-нибудь там электросталь, где-нибудь Орехово-Пердуево, Петушки и так далее, то, извини, ты продаешь трехкомнатную квартиру, и ты здесь особо не разгуляешься. Ну, вот это факт. Например, в Орехово-Зуево, да, это Подмосковье, можно купить, посмотрел, там трехкомнатную квартиру, можно купить ее всего лишь за 8 миллионов рублей. Соответственно, продавая квартиру в Орехово-Зуево за 8 миллионов рублей, ты здесь трехкомнатную квартиру за 8 миллионов рублей не купишь. Ты здесь максимум, что купишь, квартиру в 35 квадратных метров со статусом жилое помещение, либо апартаменты где-нибудь на улице транспортное. Вот как бы так. Поэтому это прекрасно понимают и застройщики, и поэтому и делают, делают те самые квартиры маленькие, конченые, страшные и так далее. По 17, по 20, по 25 квадратных метров, а уже последний тренд еще и по 14 квадратных метров появляется. Пока, конечно, больше всего у нас отключились Сочи парк, кислород, у них есть квартиры по 16 квадратных метров. В Гранд-парке, например, минимальная площадь 22 квадратных метра. Если мы возьмем с вами жилой комплекс Босфор, там минимальная площадь была 29 квадратных метров. Если мы возьмем с вами экватор, там 28 квадратных метров и так далее. То же самое, если мы возьмем с вами по увеличению, да, по увеличению квартир. Соответственно, здесь у нас Гранд-парк, это максимум 54 квадратных метра, точнее 55. Если мы возьмем с вами, например, то же самое, например, жилой комплекс Босфор, да, там максимальная площадь квартир составляет 45 квадратных метров. Если мы возьмем с вами, к примеру, жилой комплекс Новая Заря, там максимальная площадь квартир 53 квадратных метра. Если мы с вами будем брать, например, тот же самый Сочи парк, большинство квартир от 16 до 30 квадратных метров, есть один стояк, где будет 64 квадратных метров, но это больше про исключение, больше похоже на объединенные. Хотя раньше, когда цена была более-менее нормальная, более-менее адекватная, вот в этой локации строились квартиры, минимальная площадь была 90 квадратных метров, что мы возьмем с вами, Первомайская 11, Первомайская 13, Первомайская 21, что мы возьмем с вами Красную площадь, были именно такие метражи. Это еще когда строилось до Олимпиады, но Олимпиада расставила все свои точки над Е. И если мы возьмем с вами ту же самую строй, которая строилась изначально до Олимпиады, это, например, жилой комплекс, ну, например, давайте возьмем с вами Остров Мечты. Остров Мечты, самая маленькая квартира была 78 квадратных метров, все остальные уже были больше. Потом в последующем просто взяли эти квартиры, распилили, и поэтому получились квартиры и 34 квадратных метра, и 49, и так далее. И таких примеров очень много. Тот же самый пример могу привести по жилому комплексу Парк Горького и так далее. Потому что на эти квартиры большие не нашелся свой покупатель. То же самое я могу сказать Измайловский парк. Изначально это тоже были такие большие квартиры по проекту, соответственно, поэтому там сейчас не хватает парковок и тому подобное, потому что там сейчас квартир по факту оказалось в два раза больше, чем должно было быть. В Острове Мечты то же самое, сейчас 10 квартир на этаже, а по проекту должно было быть всего лишь 5 квартир на этаже. То же самое, часть квартиры также разделились и в жилом комплексе Огни-Сочи и так далее. Еще раз повторюсь, застройщику выгоднее строить дома высокие, многоквартирные, им выгодно делать большие площади. Как, например, если мы посмотрим с вами те же самые квартиры, которые начинаются продажи Александрийский маяк. Там, соответственно, минимальная площадь 149 квадратных метров. Это обычная площадь, если нужно больше, то все. Ну и даже там умудрялись делить 149 разделить на 2 и все. Но там получалось больше про порнографию. Но, соответственно, количество парковочных мест и все остальное рассчитано на такое именно количество квартир. Ну, за исключением там последних двух этажей, пентхаусы, где, соответственно, они объединенные и идут по 300 квадратных метров. Ну, вот как бы так. Теперь, что касается, почему квартиры в Сочи продаются черновые. Да, ответ очень прост, по той же самой причине. Во-первых, в Сочи большой спрос на квартиры, им не нужно завлекать и делать квартиры с ремонтом. Вы заметили, где делать квартиры с ремонтом? Квартиры с ремонтом делают там, где нормальному человеку они даром не нужны. К примеру, первые, кто у нас квартиры начали продавать с ремонтом, это были жилой комплекс Министерские озера. По одной простой причине, потому что если бы там не делали ремонт какой-то, то бы они нахрен никому не были нужны. Второе, квартиры с каким-то там псевдоремонтом. Это был у нас жилой комплекс Урожайный. Урожайный, но там были сделаны ремонты, потому что изначально дома строились для волонтеров и немножечко недоуспели доделать. И поэтому там были в каком-то состоянии и поэтому продавали. У кого-то была полноценная чистовая отделка, у кого-то не было полноценной чистовой отделки. Ну, в общем, точнее, при чистовой отделке. И так и продавали. И, конечно же, продаются у нас с ремонтом именно дорогие апартаменты, именно дорогие, с хорошим ремонтом, те, которые у нас отдают предпочтение в доверительное управление. Вы не найдете ни один, как бы даже элитный квартирник, где был бы сделан ремонт. Хотя это элитный и квартирник, потому что все мы с вами разные. Кому-то нужна классика, кому-то нужен неоклассик, кому-то нужен какой-то скандинавский стиль. Все мы с вами разные. Именно поэтому столько разных автомобилей у нас находится на рынке. Кто-то возьмет себе нормальный немецкий автомобиль, а кто-то будет заниматься конченным возвращением и возьмет себе, к примеру, какой-нибудь Prado или еще что-нибудь. Хотя за эти деньги можно купить нормальный автомобиль, который бы его радовал. То же самое иногда смотришь по ремонту. Точнее, не иногда, а всегда. Есть, конечно, составляют стандарты, там, соответственно, минимализм, ремонт и так далее. Ну, некоторые все равно берут золото, там, еще что-нибудь, это всякие балясины, пердясины. И в итоге получается задница. Поэтому я могу сказать, что 99% квартир именно элитка, именно квартиры, они покупаются именно черновые и делается ремонт именно под себя. Есть, конечно, еще, которые покупают с ремонтом, но не проходит и полгода, и ремонт начинают делать под себя. Например, были такие варианты, например, Лазурный берег, там квартиры продавались с ремонтом, с техникой и с мебелью, с ложками и вилками. У меня мой друг там покупал, точнее даже, я там еще даже продавал. Ну, и в итоге, что первый, что второй, этот дорогой элитный ремонт, они его раздолбали, и сейчас делают ремонт нормальный, хороший, элитный, по-настоящему с большой буквы, и все. И в этих квартирах в Лазурном берегу только один ремонт обходится в 150 тысяч рублей с квадратного метра. Это ремонт, техника и мебель. А квартиры покупали с ремонтом, с техникой и мебелью по 200 тысяч рублей за квадратный метр. Вот такая интересная у нас математика. Вот как бы так, поэтому ремонты обычно не делают, квартиры с ремонтом выбирают в 90% это люди, которые бедные, которые вот хотят вот все в ипотеку взять, чтобы там больше не это, и все, они берут квартиру с ремонтом, чтобы там все было сделано и так далее. Богатые люди делают ремонт сами, люди со вкусом делают ремонт сами, эти же люди и покупают себе немножко другие автомобили, но не покупают себе, вот видите, один Porsche, второй Porsche, третий придурок едет на Porsche, я про себя там не для кого, и все. Поэтому, либо же у нас апартаменты с ремонтом, именно те, которые вы покупаете как часть гостиничного бизнеса, такие как там Redison проект и так далее, и там ремонт сделан, что ты там сигналишь, что ты обгоняешь, не со своего ряда вклиниваешься. С крайней левой полосы обгоняет, вклинивается и сигналит. Я еду с крайней правой полосы, поворачиваю направо. Дебилы, дебилы, там девушка, кстати, рулем. Он как бы так, с крайней левой полосы меня обгоняет, вклинивается и еще сигналит. Дебилы, это честное слово. Вот так вот. Теперь, что касается апартаментов. Да, есть определенный единый стандарт, который должны там соблюдать, чтобы можно было сдавать, и такие варианты тоже сдаются. У них хороший, нормальный ремонт, и вы их покупаете с ремонтом. Ну, к примеру, там, Монтера, да, вы спокойно покупаете по 3 миллиона 800 уже с ремонтом, с ремонтом, с техникой и мебелью, потому что Монтера предназначен, получается, под сдачу. Подразумевается, что будет аренда. Понимаете? Аренда. Вот как бы так. Теперь, что касается, в целом, да, почему не делают предчистовую отделку. Ну, смотрите, раньше делали такую предчистовую отделку, и, соответственно, это больше минус, чем плюс. Ну, к примеру, например, захотели вы, например, сделать теплые полы, да, вот в свое время немецкий квартал покупали, там и весенний, и все. И уже это особое там возьмешь и не сделаешь. Или, например, стены штукатурные, а ты потом берешь и начинаешь там дробить штукатурку для того, чтобы, например, взять и сделать ту же самую проводку, понимаете? Тоже потом, получается, как подсыхает, у всех же там в жопе загорается кое-что, прям реально в задницу загорается. И потом, как бы, наклеили обои все, а там раз и видно, что, как бы, там проходит провод и так далее. Например, есть определенный момент, да, например, вот у меня друг Олег продает дом, он говорит, Макс, а штукатурные стены в подарок? Я говорю, что не штукатурил? Он говорит, стоп, говорит, они возьмут, дадут мне проект, они сделают электрику, и мои ремонтники сделают им штукатурку, в том числе финиш, ну и так далее, понимаешь? Я говорю, а что сразу не сделаешь? И он у меня такой смотрит, как на дебила, он говорит, ну, а проводку? Я говорю, ну, будешь шторобить? Он говорит, Макс, ты что, ты же видел потом, что-то получается? Я говорю, что? Ну, говорит, без разницы, что-то возьмешь под покраску или еще что-то, это все будет выделяться, понимаешь, пока высохнет, пока то еще, ты что, так не делается, как бы, в нормальных местах. И, в принципе, здесь, да, доля правды есть. Опять же, в каких случаях еще делается штукатурка? В тех случаях, когда, когда, что нужно делать? Правильно говорите, когда нужно скрыть те самые косяки, вентилируемый фасад, так называемый, также вентилируемая кладка, да, когда там сэкономили на всем, что только можно. Если очень много косяков, если вдруг там посмотрели, что там стены, ни с того, всего там углы стали там, да, макрить и так далее, берут и делают штукатурку. Ты думаешь, блин, штукатурка нелогичная, электрика не сделана, ничего не сделано, а штукатурка есть. И обычно в таких домах штукатурка есть, а стяжка пола, например, не сделана. А, например, стяжка пола, она по лойке сохнет дольше, да. Если даже вы купили дом с штукатурными стенами и решили ремонт сделать как можно быстрее и так далее, у вас основное, что будет долго просыхать, Это, конечно же, стяжка пола, да, полояки И, соответственно, и большинство, в том числе, которые делают квартиры, я замечал Вот если есть там какая-то штукатурка, это значит косяки по кладке самого дома Значит, там что-то пошло не так, что-то там протекает, подтекает и так далее И это стараются скрыть Потому что, например, на том же самом керамидистом блоке, например, да, это все, все это видно, понимаете Ну, реально все видно И все, поэтому это все прекрасно понимают И умные, грамотные люди, которые уже в этом разбираются Которые там посмотрели целую кучу видеороликов, других там экспертов, строителей И понимают, для чего делается та самая, так называемая, так самая, ну, называемая там штукатурка, там, предчистовая отделка Все это прекрасно понимают Потому что, чтобы просто убрать косяки Я вообще рекомендую дома смотреть, чтобы там не было никакой предчистовой отделки Что можно посмотреть стыки, можно посмотреть те самые зоны проблемные, те самые там, где у нас идет углы и так далее Потому что, ну, никому не секрет Соответственно, если у вас, например, дом, например, из, например, ну, тот же самый монолитный каркас Заполнение там происходит, например, тем же самым, например, газоблоком, да, решили сэкономить пеноблоком и так далее Тут и дураку понятно, что даже если снаружи будет утеплитель Обычно считают люди, если пеноблок, то, значит, утеплитель снаружи не нужен Так обычно рассуждает у нас большинство горе-экспертов Я даже сейчас посмотрел, там, Подмосковье, например, построен дом, там, типа, за 2 миллиона рублей А, нет, 2 900 вышло И вот этот прораб размышляет так Подмосковье И вот эти блоки Он говорит, ну, я специально выбрал блок 30, да, ну, ширина 30 И я понял, что если 30-ку сделать, то не надо ничего не утеплять, ничего Просто снаружи отштукатурю и все Ну, е-мое, да лучше бы ты сделал 20 и сделал бы 5 сантиметров утеплителя И дом получился бы в разы лучше И ты меньше бы потом сэкономил бы его либо на обогреве, либо на охлаждение Я знаю, что такое Даже в Сочи, вот эти, те самые 30-е даже блоки, если это, все равно берут утеплитель для того, чтобы летом там не поджариваться А зимой, чтобы он, ну, сильно не охлаждался, понимаете Ну, да ладно, смотришь на этих прорабов, думаешь, думаешь, е-мое Хотя зашел в комментарии, там, в комментариях я понял, что про него люди думают Но они на полном серьезе, не стесняются, не боятся Они берут, показывают и так далее Притом это дома делают под заказ Под заказ Потом я посмотрел, крышу двускатную тоже, сказали, вот металлочерепица Нет ничего, там ни пароизоляция, ничего Говорят, наши же дети Ой, наши же деды, говорит, строили Говорят, ничего страшного Домам по 200-300 лет и так далее Понимаете? А потом выясняется, да, сделали натяжные те же самые потолки Сделали еще что-нибудь, чего раньше не использовали А в том раз у вас на натяжных потолках откуда-то собирается влага Откуда-то, да, что-то там пошло не так, да, наверное, с конденсатом и тому подобное Вот, хотя, да, таких вот экспертов у меня на канале в том числе очень много Алло Алло Да Я тебе перевел там денежку Давай, я посмотрю Это, это вот там вот 8 тысяч был этот, за платеж, я тебе не додал И там аккумулятор Все, давай, хорошо, да, посмотрю, давай Чтобы у меня тишина спокойно была Давай, все, спасибо Все, нормально Спасибо Пока Не знаю, я, Лехи, когда деньги занимаю, я думаю, что все Ну, как бы все, занял, думаю, и забыл Видите, взял, как бы даже не ждешь, а он, хоп, и все Да, правда, прошло полгода, я, ну, как бы, просто купил ему аккумулятор, он там у него сел Купил ему аккумулятор, думаю, ну, ладно, думаю, как получилось, так получилось Раз, видите, решил отдать Мелочь, как говорится, а, приятно Там 8 тысяч, там, вот, видите А есть у меня, есть у меня шелнишки, которые мне должны деньги до сих пор не отдают Дима, Дима, жильцов, солнышко Ты не забываешь, что мне должен 2,5 миллиона, а? 2,5 миллиона торчишь, ты спишь ты спокойно Я тебе во сне-то не прихожу, а? Бери пример, Леха работает в такси, а ты директор И ты мне торчишь деньги Или Бровцев, да? Кто у нас был? Бровцев Вот, я думаю, вы покажете все равно Да, 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 тот самый застройщик Радужный и так далее Бровцев, да? У нас кто это был? В Осетии был президентом, да, если не ошибаюсь Какой-то прям такой ферзь, такой, прям все А сейчас ни трубочку не берет, ничего И 450 тысяч мне торчит Да же? Да же И потихонечку говорит, что все вокруг обманули Он якобы мне деньги давал, но мне деньги не додали Правильно же? Правильно А он, Леха, такси работает и долги отдает А Бровцев, я забыл, как его зовут, да, Бровцев, да? Ну, тот самый застройщик Радужный 450 тысяч мне торчит Нет, это не за один объект, за три Ну, якобы он отдал их Чтобы мне передали И те кого-то делись А те мне говорят, что Нет, мы не передавали Кстати, мы можем поржать, позвонить И жильцов тоже Да? Красавчик, блин Два с половиной миллиона Не стоит, да? Да, кстати, и Макс, да, стоит сам машиной Тоже у меня Миллион семьсот Торчит уже Сколько там времени? И все, и до сих пор И до сих пор почему-то О, отдел продаж Константин Радужный О, привет Ну, надо попробовать Позвонить ему А то подумайте, что Я вру Ну-ка, давайте Попробуем позвонить Ну, так чисто поржать Он же у меня в черный список Может, нанес Алло, привет Это Коломейцев А, Максим, привет Привет, привет Слушай, ну что вы там Так с собой не разобрались Мне Бровцев говорит Что он тебе все деньги отдал Все хорошо Чтоб ты со мной рассчитался Ты мне говоришь Что Бровцев врет Потому что Ну, вы хоть с другом-то определились Вроде мелочь Как бы, а приятно Неприятно, точнее, мне А я сейчас сижу Вспоминаю, думаю Кто мне должен По списку Ну, Максим Так ты можешь Заехать к нему И пусть он тебе В глаза скажет Что он мне все эти деньги отдал Он мне ничего не отдал За тебя тем более А я же тебе голосовые сообщения Переслал Которые мне прислал Голосовые сообщения Я же тебе переслал От него Со второго телефона Где он сказал Что прям говорит Что тебе отдал Все Все на тебя валит Сначала на Алену валил Потом на тебя все Вот так вот Ну Я поэтому Дому И по этой сделке К ней отношения Не имею вообще То есть он Мне лично Ни копейки комиссионных Даже по этому дому Не заплатил Потому что Это же сделка Или иной была Танхаусы? Танхаусы же Не и иной же было Танхаусы Ааа Ааа Я-то думал Про Нет, нет Таунхаус Нет, таунхаус Таунхаус Не, нет Смотри Он же всем выплатил Вроде вознаграждить Нет Насколько я знаю Он всем выплатил Вознаграждение Кто там был И этим вопросом Дочка у него занималась Если ты говоришь Про таунхаус Вот эти вот желтые Которые Да, внизу Да Нет, не выплатил Он сказал Вроде там у него Это Лена Это Снималась У него Вроде Вопрос То есть Мне-то он выплатил Только мою часть То есть За риелторов Я ни копейки не получил Ну понял Ладно, давай Я позвоню Дочке Тогда его Позвоню Ну мне до сих пор Торчат До сих пор Торчат Потому что Он и есть Все это передал Он меня вообще Дистанцировал От этого всего дела То есть Он сказал Что и так Все хорошо Продается И все Как бы Дочка у него Начала продажами заниматься Все, давай Сейчас позвоню дочке Они все друг на друга Перекидывают Давай Спасибо Давай, давай Максим Ты же меня знаешь Да, я все Без претензий Просто Поржать уже Да Слушай, а ты вообще Продажами-то занимаешься? Конечно Конечно Занимаюсь Конечно Слушай, а я хочу Дом свой продать Вот здесь В усадьбе Давай, я тебя завтра Наберу Я там буду Я тебе наберу Давай, я тебя завтра Наберу Подъеду к тебе Давай, давай Да, завтра наберу Я тебя знаю Как бы Мы с тобой Хорошо Давай Давай, я завтра Подъеду Давай До свидания До свидания До свидания Пока Ну вот Так Ладно Сейчас попробуем Найти Той номер Ну та Всегда У него дочка Включает дурочку Прям реально Включает дурочку И она всегда Что И как Ну И все Я не знаю Вы же продавали Пока меня не было А вот там у них Сменилось Четыре человека В отделе продаж И все Просто Включает дурака И все Трубку Трубку и не брать Правильно же Правильно Даже трубочку Уже не бьет Скажет Нафиг нужно Брать трубку Все таки Семь лет Торчит Мне Деньги Миллион Миллион Восемьсот Поэтому Тоже бывает У вас Бывают Застройщики Обманывают У меня Бывают Коллеги Обманывают Бывают Те же самые Ребята Обманывают У меня Там тоже В Адли Недавно Меня Кинули Обманули У них там Своя Правда Бывает Такое Не без Этого По разному Бывает Давайте Попробуем Дозвониться Мне же Интересно Я же Так редко Вспоминаю Эти все Моменты Я уже И забыл Это Хорошо Когда ты Про долги Забываешь Да Вот Какую Про Леху Забыл А Леха Взял Мне Сейчас Прислал И я Всех Вспомнил Я Всех Вспомнил Алло Секретарь Ева Ты Блин В этот Секретарь Ева Ладно Ну Нет У нас Значит Так Ну-ка 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 Да Кстати Вот Видите Лысая гора И тоже Относят К Светлане Место Жопное Правильно же Согласны Со мной Согласны Ну-ка 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 Нифига Нифига Сколько Человек Едет Даже Ну и Куда Тихо Тихо Куда У нас Тихо 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 Продолжный Ботанхаусом у меня нет Да, все, мы там не проедем Да, какие-то Сейчас мы с вами добрались до злой Соболевки Тоже страшное место Значит так Все договоры, конечно, заключены со Смолковым Смолков меня убедил, что я Но, представьте, вам 4-4 Дозелка не состоялась Давайте, кстати, позвоним В отдел продаж Точно, давайте позвоним Г Мы, наверное, так уже задолбали Что же, даже трубку не берут Надо снять отдельный сюжет Надо снять отдельный сюжет О, кстати, на овца и зверь бежит Давайте-ка мы с вами Алло Алло, привет, дорогой Привет Да, конечно, я уже вспомнил У нас же можно через месяц Отмечать уже 7-летие машины 7 лет Хотел узнать, что там продвигается Что там не продвигается С машиной из Германии Сложно Сложно То одно, то второе, то третье Хотели же, помнишь, я тебе говорил Через Грузию там организоваться Угу Все, все уже собрались А этот ввели запрет, блядь На этот ебаный проезд Через границу На российских номерах Теперь, блядь, думаем Как по-другому сделать Так ты же хотел какую-то машину С Казахстана отдать Да и все Пускай просто мне деньги вернут Да и все Пускай забирает себе машину Да они не могут Не могут они Или не хотят Мне сложно сказать, Макс Или не могут Или не хотят Ну, блядь, короче Предлагаю каждый раз Какие-то варианты Вроде бы как-то Что-то, ну, заинтересованное Либо как вопрос решить Но То одно, то второе, то третье То, блядь С визой геморройничали, блядь Три месяца, блядь Не могли оформить То, блядь С машиной С этими С документами То потом Этот запрет ебаный ввели, блядь Да это понятно Понятно, Макс Понятно Ну, надо же Какой-то договоренности Какой-то прийти Правильно же Какой-то договоренности Ну, пускай просто дадут деньги Ничего там плохого Там не такие большие деньги Учитывая, какой был курс Я же не прошу их отдать По курсу Когда я им перечислял Там Как бы Я же прошу просто В рублях Пускай мне в эквиваленте В рублях отдают Да и все Они их экономят очень хорошо Моими деньгами Они пользовались Как минимум Получается Семь лет Я же не прошу Там Чтобы там было По 50 рублей Просто пускай дадут им Эти миллион семьсот Да и все И пускай не жужжат И все Все равно Я же им Если перейти на этот счет Я им больше отдал Получается По этому курсу Там у них как минимум Два с половиной миллиона Должен быть Правильно? По этому курсу Который сейчас есть Да Я говорю У нас все к этому и шло Как бы Там такое затише было На какое-то там время Потом вроде бы Как бы Я говорю Типа давайте Ладно-ладно А потом вот предложили Как бы с этой машиной Из Казахстана Заморочиться И этот как его И блять Начали морочиться Уже все Уже начали вроде Там сказали Что можно было Уже скоро выезжать И этот ебаный запрет Вели блять Ну я это понял Но надо Находить Ну позвони Узнаю Какой сейчас еще Есть вариант решения Какой еще вариант решения Сейчас вариант решения Они продумывают Все еще с этой машины То есть они от этого Отказываться не хотят Они эту машину Хотят забрать Там тоже видимо Деньги какие-то Лежат в этом деле Вот Они как бы Думают сейчас Как Эту машину Можно было бы Вывести оттуда Ну давай Я чтобы тебя лишний раз Не дергал Набери мне Ну говорю 7 лет будет Через месяц Будет ровно 7 лет Через месяц Да пиздец Не говори Не такие большие деньги Понимаешь Не такие большие деньги Тем более По этому курсу Да понятно Раньше были деньги большие Сейчас 7 лет прошло Это просто капля в море Даже ладу вест На эти деньги не купить Я не беру Такой мерседес Не говорю Пускай Просто вернут Я говорю Не требую же их Чтобы они мне в евро отдавали Пускай вернут Мои миллион семьсот И все И ради бога А дальше там решают Перепродают Все что угодно делают Без проблем Пускай просто Мои вернут деньги Я с них ни процента Ничего мне не нужно Поговорить с ними Давай Я тебя завтра Еще раз наберу Давай Я тебя завтра наберу Еще раз Давай Давай Блин Работает риэлтор Мат через мат Как так можно Работать риэлтором Я не понимаю Я один что ли Такой правильно Который не матерится Ничего Там цветы жене я дарю Там не знаю Там еще что-нибудь Вот как так можно Да Скажите мне Как так можно Ну да ладно Может мне сейчас Эти перезвонят Может мне эти перезвонят Но она трубку не берет Ладно Давайте Бровцу Нормально А ну это За рулем Это Те которые дали Друг другу права Ну здесь По идее Вот он Да Дорога сходит Сужается И так далее Здесь мы Еще ни одного знака Что конец дороги С иностранним движением Не увидели Ну серьезно Как здесь машина Оказывается на встречке Я в душе Не знаю Вот как бы так Да Поэтому Конечно Леха конечно Меня взял И подбил Просто берет И ни с того ни с сего Взял мне Просто взял И отдал долг Хотя вот Лехе Я давал долг Думаю Все думаю Ради бога Уже все думаю Уже надо забыть А ну раз И отдает А те люди Которые ты занимаешь И думаешь Что там вроде Как бы обеспеченные Все Должны по идее Они раз И тебя Мягко говоря Берут И тебя Ну Мягко говоря Кидают 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 И еще раз кидают Поэтому Димка Жильцов 2,5 миллиона Должен Тортиз Бровцев 450 тысяч Да Дочка ваша Трубку не берет Да Тот сотрудник До которого вы сваливаете Он говорит Что со всеми Расплатились Кроме меня Поэтому Блин Готов Выйти с вами На связь Да-да-да Ну что Ребят Что Ребят Теперь коротко Да Подведем Итоги Почему же Семнашки Да Потому что Ценник на квадратный метр Высокий И большие квартиры Просто-напросто Покупаться Не будет А вот как раз До того Как у нас До олимпиады Как раз строились Нормальные Большие Полноценные Квартиры Да Даже вот Я очень много Жилых комнат Свою уже Перечислил Это факт А сейчас Просто-напросто Большинство Нереально купить И вы видите Вас бомбануло От этого видеоролика Да Я сказал Раздольное Три миллиона И тому подобное Вас почему Забомбило Почему Да Ответ очень прост Потому что Хочется Надеяться Все Хотя Ну как можно На что-то надеяться Даже если в вашем Родном городе Там не знаю Я знаю Что у меня там Знакомые в Екатеринбурге Продали квартиру За 8 миллионов рублей С чего Вы думаете Что вы в Екатеринбурге Продаете какую-то Мощную квартиру За 8 миллионов рублей И вы здесь купите На эти деньги Две квартиры И еще там Деньги останутся На ремонт Нет Такого не будет В городе Сочи Очень много денег Очень много бабла Крутится Даже Видите Да какие суммы Просто должны Да Как бы уже это И Конечно На этом фоне На этом фоне Очень много Вопросов возникает Очень много Возникает вопросов И здесь Действительно Можно зарабатывать Здесь конечно Есть люди Которые ничего Не могут заработать И правильно Кто-то пишет В комментариях Что 40 тысяч Для администратора Это хорошая работа Хорошая зарплата Нет Ну Чтобы вы понимали У меня Сестра проработала Три месяца администратором Я прекрасно понимаю Она рассказывает Это тупая работа Просто Тупейшая работа Просто Где от тебя Ничего не требуется Где от тебя Ничего не нужно И соответственно Там может работать Хоть кто А так Есть нормальная Как бы Работа Которая И по-другому И оплачивается И все Но там немножко Нужно иметь масло В голове И даже таксист У нас может зарабатывать Больше 200 тысяч А можно администратором Работать сутки Трое Да Это 8 смен Получается В месяц И за 8 смен В месяц Ты зарабатываешь 40 тысяч По-разному есть Поэтому здесь Такая злая штуковина Здесь конечно же Ну нифига себе Можно таксует На BMW Да У нас Выделена полоса Для автобусов Правильно же Правильно Ну-ка Что там у нас Может кто-нибудь Хочет мне там Долги отдать Круто Видите В Сочи Всегда Красиво Ярко Настроение Всегда На высоте И здесь априори Цена на недвижимость Не может падать Я могу сказать Еще так Я не просто так В утреннем Новосном блоке За 25 сентября Попросил Если вдруг У кого-то есть Срочная продажа Дагомыс Притом Не за маленькие деньги За 8 миллионов За 8 с половиной Миллионов рублей Готов быстренько продать Ни один не отписался Ни один не отписался Ни один Наоборот Писали Что цены стали Выше Выше И выше Вчера встретил соседа С острою мечты Он говорит Я вам писал Все По чем можно продать квартиру Ну я ему так Говорю На скидку 13 миллионов 34 квадрата метра 13 миллионов Не-не Нифига Меня не устраивает Я говорю А сколько 14 с половиной Ну блин 14 с половиной 13 я считаю Цена высокая Но 14 с половиной Это уже Прямо 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 Ну-ка Да ладно Здесь у нас 100 людей 100 разных мнений И самое интересное Что на рынке Недвижимости Если мы уберем С вами Тот жесткий Неликвид В стройке Те самые Сочи пар Кислород Потом получается Флора Летний Лестория Море И так далее Если мы это все Поубираем Этот жесткий Лютный Неликвид Да По завышенным Ценам То получается Особо И предлагать Нечего Особо Вы не разбежитесь Вот например Кто работал С другими риэлторами Но понимает Да Все предлагают Одно и то же Сочи пар Обещают Что там Миллион рублей За квадратный метр Скоро будет Предлагает там Кислород Предлагает еще что-нибудь Всякую дичь Предлагает И все На самом деле Если все это убрать То сейчас Предложений На рынке Очень мало Попробуйте Даже просто Попробуйте Прозвонить Каждое объявление Из них будет 95% Фейковых Попробуйте Прозвонить Остров мечты Попробуйте Найти там себе Квартиру Да вы обалдете Вы будете попадать На те же самые Агентства Недвижимости Где просто Эти квартиры И не существует Их даже В продаже Нет И по большому счету Все А он Зеркало сложил Да Чтобы проехать Красавчик На камере Да Может таксист Такой Мастонированный Мало ли что Это полоса Выделена Для автобусов И все И у вас Не получится Найти Я сейчас Ищу Остров мечты Там Для клиента Да Кстати Если кто-то Продает Остров мечты Можете Обратиться Я помогу Продать Вашу квартиру Нужна квартира 35 квадратных метров И нужна квартира 50 квадратных метров Расчет здесь И сейчас Без апотек Без ничего Понимаете Без Ничего Но Почему-то Особо нет А вот Всякие разные Неликвид Да Вот мне там На КСМ Предложил Там Бывший Оперуполномоченный ЖПшку Семиэтажную Там По конским ценникам Такого говна Есть на рынке Ну Я ему сразу говорю Что Ты конечно Извини Но Как бы Данная твоя квартира На КСМ Да Она не стоит Столько денег Потому что Это ЖП Это 7 этажей Где-то ВКонтакте Пробил Посмотрел Оказывается Еще и Опером Работал Думаю Как ты думаешь Как ты человек Который работает В этой структуре Как ты можешь Себе взять Такой Не самый безопасный Объект И сейчас Ты хочешь От него избавиться Там ни ипотека Ничего не проходит Потому что Сдавался через задницу Через задний проход Вот такое тоже есть Понимаете Вот такое тоже есть Соответственно Мы сейчас с вами Пораньше Сегодня поедем Домой Потому что Вчера я приехал Очень поздно Сегодня конечно Хочется Немножечко Пораньше Пораньше А это у нас Девочка Трубочку не взяла Давайте попробуем Все-таки дозвониться Ну все равно Для интереса Может она возьмет трубку Алло Да Здрасте Здравствуйте Это Максим Коломейцев И кто это? Сказали Обычного полгода ждут Ваш телефон Дал мне ваш отец А он мне в свою очередь Должен деньги За таунхаус В жилом комплексе Радужный И он сказал Что он со всеми рассчитался Вам все отдал Но при этом Получается Когда мы с вами Поможем посмотреть Переписку выясняли Оказывается Нет Вы мне должны деньги И до сих пор Не отдали Уже с момента Я должен деньги вам Ну он сказал К вам обращаться Могу скриншот скинуть От него Он скинул ваш номер Телефону А кто конкретно? Бровцев Ваш номер телефона Да Я сейчас пришлю скриншот вам С ним переписку Пришлите? Да Какие деньги я вам должна? За продажу Таунхауса Может поймите Максим Коломейцев До сих пор не расплатились Прошло 3 года А меня как зовут? Не знаю Я по вашему контакту Сужу Который ваш номер телефона Дали Меня зовут Ольга Я занимаюсь арендой Я не занимаюсь продажами Так там у вас уже нечего продавать Ну давайте я Ну вы дочка Бровцева или нет? Нет Нет? А кто? Извиняюсь У меня вот ваш номер телефона Он скинул Сказал, что моя дочка разберется Думаю, нифига Не разобрались Скиньте мне Криншот Давайте Я скину вам Криншот Давайте Хорошо, спасибо Спасибо Короче, еще Поменялись все Опять начинается По новой все Опять вот Все эти перестановки И так далее Вот такое тоже Ну бывает Видите А вот Леха Работает таксистом Взял и спокойно Расплачивается Вот как бы так Поэтому тоже В Сочи бывает Ушло и знаете И чаще всего Тебя кидает Люди Не которые Хрен без соль доедают А те люди Которые себя хорошо чувствуют У которых есть деньги Там подобное Самое интересное Что и застройщики Примерно получается То же самое Чаще всего Людей на крупные суммы Кидают застройщики У которых вроде все хорошо Есть за Там не знаю Там не знаю Там есть Есть что За душой И так далее Но они почему-то Их берут Как бы Их жаба душит И они начинают Там из-за каких-то Там Копеек Начинают там Не знаю Там Начинают судиться Потом их арестовывают Точнее арестовывают Вот эти земельные участки И так далее Такое тоже Случается Хотя разное Происходит В этой прекрасной Гребаной жизни Одно я могу сказать Точно Если например Кто-то из вас Все еще Задается вопросом Почему же В Сочи Квартира Пройдет 17-20 квадратных метров Я надеюсь Я ответил Потому что Вот у вас Кто сейчас смотрит Кто из вас смотрит Кто посмотрел Тот видеоролик Написал комментарий Почему он Зашел в тот видеоролик Ну потому что Прекрасно понимает Что 3 миллиона Для него Это уже большие Огромные деньги Потому что На эти деньги Если ты еще Еще полтора миллиона Ты подкинешь Ты уже можешь себе Камри купить Аж понимаете И все Потому что Умные люди Да Которые образованные У которых есть деньги Которые понимают Ценообразование Которые бывали в Сочи Понимают Сколько в город Сочи выложили Они не издаются Такими вопросами Почему так В Сочи Много 20 квадратных метров И 15 Они понимают Прекрасно Что блин Потому что Продавая квартиру В Самаре В 100 квадратных метров Ты максимум Здесь возьмешь 25 квадратных метров Не больше И они это понимают А те Которые из вас Глупые Извиняюсь Да Я прямо же Все говорю Те из вас Которые глупые Они конечно же И пишут такие комментарии Почему делать квартиры Да потому что Если Говорю Сделать все квартиры По 100 квадратных метров По 150 Как это было В жилом комплексе Красная площадь Там была градация 98 квадратных метров 148 И 256 Ну кто из вас Готов купить Хотя бы По 400 тысяч За квадратный метр 90 квадратных метров Это 40 миллионов За чернуху Да никто из вас Не готов Раз вы смотрите Видеоролики Где я показываю Квартиры Стоимостью в 3 миллиона рублей Вот вам и ответ Что сюжета В сказке нет Понимаете И вот мы Приближаем Прекрасному Жилому комплексу Который Называется Остров мечты Обалденный Жилой комплекс Мне здесь Все нравится Наде Все нравится Поэтому мы И сняли Квартиру С продажи И не продаем И самое интересное Что большинство Те же самых Прекрасных Те же самых Прекрасных Собственников Они так же Рассуждают Мы ничего У меня есть люди Которые продали Квартиру В жилом комплексе Сокол А себе Оставили В острове мечты Вот как бы так Хотя кажется Когда жили В острове мечты Думали что Сокол Это категория Выше И так далее Знаете Как то же самое Что я сейчас Машину Собрался продавать И покупать Себе Ауди Ку-8 Хотя после Ауди Ку-8 Я покупал Себе Порш Я считал Что это Как бы Гораздо Выше Уровнем И считал Что это А в итоге Получается Что опять Готов вернуться К Ауди Ку-8 Потому что Мне Ауди Ку-8 Нравилось Больше Она для меня Была более Практичная Понимаете Вот как бы так Здесь бывает То же самое Ты вроде Поменял Остров мечты Поменял На жилой Комплекс Сокол И вроде Кажется По лойке Но Сокол Он должен быть Прям на порядок Выше И там подобное А оказалось Там То неправильно Это неправильно И все Вот вам И жесткий Лютый И ответ Вот такая Штуковина Сейчас Мы с вами Заедем На парковку Все хорошо Все прекрасно Все замечательно Ну блин Какой-то у меня Хавл появился И что У меня еще Выкупили что ли А 57 Просто Здесь еще Красный Хавл стоит Периодически Ну стоял Блин Мерседес И что-то Все пересаживаются На китайцев Может мне тоже Пересесть на китайца А ребят Видели же Стоял И BMW И Mercedes И чего только Не стояло А теперь Вон стоят Китайский Хавл Тем более Это даже Не седьмерка А гораздо Проще И все Неужто У людей Так сильно Прижало Что они Сейчас Покупают себе Всякую Китайскую Дичь Хотя у меня тоже Была идея Купить Китайскую Дичь Пока Не нашел Сегодня Реальный Отзыв Ляйсан Ли 7 И понял Что это Далеко Не мой Автомобиль Он не соответствует Моим запросам Вот как бы так Ну что На этом с вами Прощаемся Вам всем Прекрасного Настроения Если вдруг Нечаянно Задел владельцев Тойот Ребят Извините Пожалуйста Если вдруг Нечаянно Задел владельцев Жилого комплекса Сокол Что я Сокол Сравнил С какой-то Помойкой Сосор Мечты Тоже Извините Меня Пожалуйста Если Меня посмотрел Дима Жильцов Димок Я могу Просто С тобой Даже не встречаться Пришли Мне на карту 2,5 миллиона Макс Да-да Пришлось Мне с тобой Поговорить В прямом эфире Потому что Может быть Мои подписчики Думают Что я Напридумывал Бровцев Я тоже Жду Как бы Уже Телефоны Дочерей Кого только Не скидывали Все у вас Меняются И так далее Расплатиться Хотя Я для вашего Жилого комплекса Сделал столько Сколько ни один Человек Не сделал Для жилого комплекса Радужный Мало того Что меня кинули На моей квартире Которую я покупал Вы меня кинули С продажи Танхауса И меня там Еще кинули С продажи Дома За домом Я уже даже Не говорю Это уже все Я уже забыл Танхаус Уж извините Как бы Должны Уже Все таки Отдать Вот как бы так Вот и все Вот Вот такая Суровая Правда Жизни На этом я с вами прощаюсь Вам всем желаю Прекраснейшего настроения Вам всем Конечно же Добра И Пока